Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяны Молокова. Сегодня у нас в гостях руководитель управления Роскомнадзора по Чувашии Татьяна Евдокимова. Татьяна Львовна, здравствуйте! Здравствуйте! Татьяна Львовна, сначала хочу вас поздравить с официальным назначением на должность. Спасибо! Татьяна Львовна, расскажите, пожалуйста, вот каковы основные функции вашего управления? Ну, я не буду рассказывать подробно обо всех полномочиях нашего управления, а скажу о тех, которые интересуют широкий круг граждан, ну, прежде всего, ваших телезрителей. Прежде всего, это, конечно, контроль надзор в сфере связи. То есть мы исполняем обязанности регулятора по контролю за операторами связи, которые действуют на территории Чувашской Республики. Прежде всего, это, конечно, операторы мобильной связи, операторы, оказывающие услуги по предоставлению доступа в интернет, ну, и, конечно, наши основные операторы – это Ростелеком и Почта России, то есть по доставке почтовых отправлений и оказанию услуг связи филиалам Почты России в Чувашской Республике. Плюс ко всему еще основная сфера деятельности у нас – это средства массовой информации, то есть контроль за зарегистрированные средства массовой информации. У нас их порядка 200 в республике. И сейчас у нас добавилась такая глобальная сфера контроля – это интернет. Ну, об этом, я думаю, мы с вами поговорим еще более подробно. Плюс ко всему еще мы исполняем обязанности по защите прав субъектов персональных данных. Вот вы затронули такую тему, такую сферу, как интернет, и действует сейчас закон о защите от негативной информации. Вот скажите, как двигаются дела в этом направлении, каковы результаты? Сайты какие-то закрыты уже есть, там еще какие-то результаты? Ну, если коротко обратиться к истории, закон о защите детей от негативной информации вступил в силу 1 сентября 2012 года. С тех пор, конечно, в этом направлении сделано достаточно много, приняты еще федеральные законы. Вот буквально два месяца тому назад, с 1 февраля, вступило в силу изменение закона об информационных технологиях и защите информации, который предполагает блокировку сайтов с экстремистской направленности. Там достаточно серьезные обоснования для того, чтобы этот закон заработал. На основании этого закона с 1 февраля Генеральная прокуратура имеет право вносить в реестр запрещенной информации сайты без судебного решения. Операторы связи обязаны блокировать незамедлительно доступ к этим сайтам. На сегодняшний день в реестр запрещенной информации, который был введен как раз 1 сентября 2012 года, внесено более 3000 сайтов. Количество внесенных записей в этот реестр около 20 тысяч. Но почему осталось на сегодняшний день около 3000? Только потому, что после внесения в реестр операторы хостинга, хостинг-провайдеры удаляют запрещенные информации, доступ к сайту открывается. На сегодняшний день 5 категорий информации, которые вносятся в реестр запрещенной информации. Это то, что касается защиты детей от негативной информации. Это сайты, носящие информацию об агитации, пропаганде в защиту наркотиков, плюс сайты, рекламирующие наркотики, продающие наркотики. Их выявляет Роснаркоконтроль и также заносит в реестр. Эти сайты операторы блокируют. Вторая категория запрещенных сайтов – это сайты с информацией о способах суицида. Ее контролирует Роспотребнадзор. Они выявляют подобного рода сайты, вносят их в реестр и также блокируются. Роскомнадзор курирует сайты с детской порнографией, с порнографией, использующей изображения детей. Также мы выявляем эти сайты, вносим их в реестр. Но следует отметить, что такого рода сайтов не так много. Плюс ко всему, как я уже говорила, сайты, которые вносятся по определению Генеральной прокуратуры, это сайты экстремистской направленности. И вот буквально тоже за последние месяцы добавилась новая категория сайтов. Это сайты, которые признаются запрещенными к распространению по решению суда. В том числе по оскорблению чести достоинства. То есть, если кого-то оскорбляют в сети, он может подать в суд. И если до судебного порядка эта информация не удаляется, то судебным решением адрес сайта можно внести в реестр запрещенной информации, и доступ к нему закрывается на территории всей Российской Федерации. Есть какие-то такие ресурсы, которые были зарегистрированы у нас, или у нас велись каким-то образом? Ну, я, насколько знаю, Роснаркоконтроль выявлял какие-то сайты. Но у нас не так много провайдеров хостинга. Это вот тех провайдеров, которые содержат сайты. Ну, действительно, сервера, которые предоставляют услуги хостинга. Честно говоря, не могу сказать. Мы не отслеживали эту информацию, но, в принципе, задачи такой не ставили. У нас основная задача, чтобы операторы, которые предоставляют доступ к интернету, блокировали сайты, внесенные в реестр. Татьяна Львовна, вот такой вопрос, который касается и защиты персональных данных, это вот закон, который вы тоже реализуете, да, и интернета, о защите от негативного влияния детей. Много выкладывается персональных данных. У нас с вами, у меня, я вот сейчас вспоминаю, да, что и фотографии какие-то есть, и дети выкладывают свои фотографии. Вот как в этом направлении вы действуете? Я просто хочу обратиться к зрителям вот с какой просьбой. Вы, пожалуйста, просчитывайте дальнейшие последствия того, как будет использоваться информация, которую вы выкладываете в открытый доступ в социальных сетях. Дело в том, что мы изначально, когда вот все входили в интернет, все становились его пользователями, мы ведь не просчитывали, как эта информация может использоваться против нас. Вот буквально сейчас у нас в республике проходит такой, будем говорить, медийный скандал, да, когда фотография, опубликованная в интернете несколько лет тому назад, сейчас используются его противниками, против него конкретно. Автор этой фотографии? Да, против героя этой фотографии. Ну, тогда он действительно был молодым человеком, может быть, не всегда просчитывал, как в дальнейшем сложится его жизнь. Сейчас он уважаемый человек, мало того, депутат одного из представительных органов местного самоуправления. Но фотографии, которые он сделал несколько лет тому назад и выставил в интернет, сейчас используются против него. Татьяна Ивановна, вот еще один такой есть закон, который вы тоже как бы курируете, закон о СМИ, закон, по которому работают все редакции, все журналисты. Какие вот нарушения выявляются вами, как часто выявляются, какие типичные, может быть, нарушения есть? Те нарушения закон о СМИ, которые могут повлиять на читателей, на зрителей, это, конечно, статья 4 закона, в отношении которой мы чаще всего мониторим все наши средства массовой информации, которые выходят на территорию республики. Вот сейчас мы начали мониторить еще и сетевые издания, это интернет-сайты, которые зарегистрированы как средства массовой информации. Прежде всего это, конечно, опять же, экстремистским, на наличие экстремистских материалов, материалов, пропагандирующих наркотики, оскорбляющих честь и достоинство граждан, посягающих на права граждан Российской Федерации, именно вот в этой части. То есть статья 4 контролирует прежде всего именно эти вопросы. Татьяна Львовна, еще немножечко поговорим о СМИ. У нас в Чувашской Республике, вы сказали, 200 где-то средств массовой информации зарегистрировано, но есть ведь и средства массовой информации, которые зарегистрированы не здесь, а имеют здесь региональные свои редакции. Вы их как-то контролируете, следите за их нарушениями, за их работой, и как вы реагируете, если будут нарушения, если есть нарушения? Когда я говорила, что на территории Чувашской Республики более 200 СМИ, я как раз и предполагала, что те редакции, которые зарегистрированы в Москве, но редакции, которых у нас нет. У нас 175 СМИ, которые зарегистрированы у нас в Чувашии конкретно, то есть редакции здесь, территория распространения Чувашия, поэтому они здесь у нас регистрируются. Те, кто регистрируются в Москве, предполагается, что их территория распространения выходит за пределы Чувашской Республики. Вот, например, сетевые издания, как я уже говорила, они доступны по всему миру, поэтому регистрируются в Центральном аппарате. Мы, конечно, осуществляем мониторинг той части, которая касается именно нашей Республики. У нас целый ряд федеральных изданий выходит с региональными вкладками. Мы их также мониторим, если есть какие-то нарушения. Прежде всего, пытаемся решить проблему взаимодействия с региональной редакцией, а потом отправляем информацию о нарушениях в Центральный аппарат, потому что по регламенту взаимодействия, если СМИ зарегистрировано в Центральном аппарате, меры по административному воздействию принимает Центральный аппарат в отношении них. Но иногда мы получаем поручение Центрального аппарата рассмотреть эти дела на месте. Вот буквально в прошлом году у нас было такое большое громкое дело с телеканалом «Дважды-два», это анимационный канал, который допустил нарушение четвертой статьи закона о СМИ, когда в дневное время транслировался мультфильм с нецензурной лексикой. Мы привлекли их к административной ответственности именно по поручению Центрального аппарата. То есть составили протокол, отправили дело в суд, оно было рассмотрено именно здесь у нас местным судом. Потом, правда, апелляционная жалоба была подана в Москве, но тем не менее и московский суд остался на нашей стороне. Буквально на следующей неделе, 18 апреля, с 15 до 17 часов приемной президента состоится прием сотрудников управления Роскомнадзора по Чувашской Республике, где мы готовы выслушать любого гражданина с жалобой на работу операторов связи, операторов, оказывающих услуги доступа в интернет, плюс ко всему на жалобы на работу средств массовой информации, на защиту прав субъектов персональных данных. Приходите, мы вас выслушаем, дадим ответы в рамках своей компетенции. Надеюсь, у кого есть действительно вопросы, смогут получить ответ на этой встрече. Спасибо, Татьяна Львовна, что пришли к нам, спасибо за беседу. Я напомню, что у нас сегодня в гостях была руководитель управления Роскомнадзора по Чувашии Татьяна Евдокимова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...